Даю имя свято, Твоё имя свято, святой Господь. Даю имя свято, Твоё имя свято, святой Господь. Святой, святой, святой Господь, Бог всемущий, благословен Господь, Бог наш, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твоё, да придёт царство. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, осущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наших, как и мы прощаем должника наших. Твоё есть царство и сила и слава во веке. Аминь. Святой, святой, святой Господь, Бог всемущий, благословен Господь. Господь, Господь, Бог всемущий, благословен Господь. Святой, святой, святой Господь. Благодарю тебя, благословляя, благословляя, благословляя Твоё. Благодарю тебя за ту честь сегодня быть своими братьями и сёстрами. Ты нас собрал, своих сыновей и дочерей. Боже, добрый отец, любящий, как птица своих птенцов под кровью. Ты собираешься, благослови нас, благослови деток своих, благослови народ свой миром. Посети виноградник сей, великий виноград и благослови виноград своих. Благослови народ свой миром. Боже, здесь на берегах Невы. Прославься. Тогда, Господь, триста лет назад Ты пожил сердце Петру Алексеевичу. Боже, здесь город строить, столицу создать. Боже. И не просто окно в цивилизацию. Нет, Боже. Боже, здесь Твои города. Небо. Боже, здесь землю. Царь. Император над всеми императорами. Царь над всеми царями. Бог над всеми богами. Боже. И этот город за триста летия много лет назад. И горе, и слез, и позора, и славы, и величия, и побед, Боже, Святой. И все это пред Твоим лицом. И позор наши, славы наши. Все пред Твоим лицом, Господь. Но пусть сегодняшним днем, Господь, прославится Твое имя. Святое. И Вера Святого. Боже, пусть Господь действительно прославится Твое имя Святое. Святое. Боже, благодарю Тебя за мучей сегодня благоставлять град. благословляет народ мой. Здесь, в этом тоже, благослови Господь сегодня, добрый отец своим словом, своим духом, потому что то, что тогда, в 2000-летие говорилось, что сейчас говорится, это не просто слова, а дух и жизнь. И пусть, Господь, слово Твое живое и действенное нас оживотворяет и действует в нас, верующих, и через нас в этом мире. Во славу Твою, Господь, для славы Твоей. Благослови, Господь, всех нас, Боже, Ты знал нас и любил нас от самого начала. Даже тогда, когда наши мамы еще не знали, беременны они или не беременны, Ты знал нас совершенно. Прежде чем мы вышли из угробы наших матерей, родились, появились в этот свет, вздохнули первый раз, Ты уже любил нас и благословлял, и пророчил нам доброе и хорошее. Боже, и я благодарен Тебе, что в нашей жизни земной судьба Божества здесь, как мы присутствующие Божества, Твоя воля осуществляется. Боже, а воля врага, воля лукавого, посрабляется. Боже, благословен Тебя, великий и святый яд. Благословен, Историй, благословен Бог наш. И хочу вот так же в этом присутствии всемогущего нашего Отца, нашего Папы, Весного прочесть слова некоторые из Писаний, из посланий к Ефицианам с пятой главы. С самого начала, если можно, вы видите на монитор тоже, можете с закрытыми глазами просто слушать меня, можете смотреть просто по тексту. На мониторе будет синодальный перевод. Я буду читать немного в новом переводе, современном переводе российского, английского общества. Послание Ефицианам, пятая глава. И, дамы и господа, братья и сестры, это не только послание тем Ефицианам в древнем. Это послание сегодня не нам, а петербуржцам и всем здесь собравшимся. Потому как это послание Духом Святым было продиктовано действительно на века. и вот в пятом этом разделе говорится, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу. благоуханное, благоуханное, приятное. Отец, я благодарен Тебе, что в нас, в детях Твоих, есть здоровое желание подражать Тебе. Боже, и пусть активизируется это желание еще больше и больше. У нас пусть будет здоровое желание подражать Тебе, походить на Тебя. Боже, благодарю Тебя, что мы дети нетерпимые, не какие-то еще иные, а любимые. И даже самый добрый отец или самая добрая мать даже самый добрый родитель по сравнению с Тобой, благим, добрым отцом злой. Потому что никто не добр так, как ты добр. Никто не благ, как ты Бог. Благ. Спасибо. Благостави, Господь, нас. И пусть никто из нас никогда, из верующих, не засомневается никогда, нисколечко в Твоей любви и в том, что мы любимы Тобой. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благостави народ с Твоей миром. Аминь. И я благоставляю всех моих братьев и сестерей, собравшихся безбой от моего лица, а также благоставляю сегодняшним днем в этот праздник Шавуот и в Десятнице. Боже, когда Ты даровал Тору, даровал нам заповеди, даровал нам Слово Своё, 3330 лет тому назад Ты совершил это великое чудо там на горе, после нашего выхода из рабства, позора. Боже, но и в этот же самый день, спасибо Боже, два тысячи лет назад Ты совершил чудо, послал Духа Святого Своего и Руаха Кадош Дух Святой сошел на церковь на Твою святую церковь, которая стол и утверждила истину. Благослови, благослови. Да благослови Тебя Господь и сохранит Тебя да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе и мне Субтитры делал DimaTorzok 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 там в контексте этой проповеди, то есть имелось в виду воспевающий Господу, Богу, поющий Богу Христину. И когда братья наши, там в деяниях описывается, однажды были арестованы, двое из них были арестованы, избиты, опозорены, их ждал суд, позор, возможно, смерть даже, они были как преступники вместе с уголовниками, были там в тюрьме, в темнице, и Павел и Сила, они даже ночью, они воспевали Богу, они пели Богу, они воспевали Господу, и совершилось чудо. Вот те уголовники, вот те люди, разные преступники, я так понимаю, что большинство там находящихся людей были, ну, правильно там находились, собственно. Это наши братья оказались, ну, за слово Божье, а так, остальные-то сидели за дело, я так понимаю, ну, большая часть из них, по крайней мере, я так понимаю. И знаете, но эти люди, наверняка там были какие-то там и воры, там, какие-то убийцы, я не знаю, кто еще был, насильники какие-то, то есть разные преступники. Мир-то мало что меняется в мире, человек, он и есть человек. Но знаете, эти все люди, они слушали наших братьев, они слушали. Вот блаженно те, кто слушает верующих на самом деле, прислушиваются к тому, что верующие поют, говорят, потому что это не пустой звук, это было действительно чудом от Бога. И когда земля потряслась, то не только у наших братьев колодки эти спали, оковы эти спали, и не только темницы, вот камеры, где братья сидели наши, открылись, но и у тех, кто слушал их, тоже темницы открылись, и тоже колодки эти спали, они были свободны. Это такой очень хороший образ, вот этот немецкий реформатор, вот Мартин Лютер как раз и говорил, что хороший образ, что мы славим Бога, и даже если кто-то и, может, и не верует, или иначе верует, или вообще, как бы, на пути так вот еще присматривается, но если человек слушает, прислушивается, знаете, Бог, Дух Святой действует. И сегодня, даже если в собрании были разные люди, и пришли сегодня тоже разные люди, и в этой части, где прославлялся, сейчас в песнях Бог, и вот сейчас будет, и вот наступило время слова, литургии слова, мне очень нравится выражение, литургии слова, и даже если вы лишь прислушиваетесь, благо вам, и Бог благословит вас очень сильно, потому как Бог очень любит всех нас, и действительно, не то чтобы за что, за все, за все, Он просто любит нас, Он такой. И я отец шестерых детей, у нас, Бог нам дал родить трех мальчиков, трех девочек, вот, внук уже растет, уже, да, пока один только внук у нас, вот, как бы, я очень Богу благодарен за это, и знаете, мы любим наших детей, внуков, да, но я так понимаю, что Бог любит несравненно больше, так как мы, родители, мамы, папы, дедушки, бабушки, не в состоянии даже полюбить, даже представить себе, вообразить, не в состоянии, как Он любит нас всех, всех. Спасибо Ему за все. А другой великий немецкий, ой, уже, извиняюсь, немецкий, другой реформатор, тоже, кстати, Мартин Лютер, только Кинг, черный реформатор, тот белый в старом свете, это в новом свете уже был черный реформатор, такой, да, был брат наш во Христе, он баптистский проповедник, пастор был в церкви в Джорджии, в Атланте. Я был в его церкви, вот, ну, конечно, я не слышал его живьем, да, но я слышал его голос в его церкви, когда нет собраний, всегда включают запись его проповедей, и такое ощущение, там сидишь, молишься, как будто Мартин там сейчас проповедует. Его голос этот, его темпер такой незабываемый, просто потрясающий. Я очень люблю, когда черные поют, и когда он в конце проповеди потом начинал петь, ой, мне очень нравится, не знаю. И один из гимнов, один из гимнов, который он написал тогда, Мартин Лютер Кинг, он стал одним из гимнов пробуждения тогда, в 60-е и 70-е, потом уже годы, один из гимнов пробуждения, движения святости, и один из гимнов мы поем у себя в церкви. И там даже не один, но этот гимн я очень люблю, и там слова такие, на русском языке он звучит так, Силою от Бога, верою от Бога, мы преодолеем все. О, в сердце моем вера сильна, с ним преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, С ним преодолеем все. О, в сердце твоем вера сильна, с ним преодолеем все. Аплодисменты Великому Богу! И в котором спасены, в котором спасаемся. Имя Иисуса Христа, Спасителя Господа, провозглашаем. Спасибо Богу за все. Боже, благослови нас. И сегодняшним днем учи нас, Учитель Небесный. И Тебя все славы. Аминь. Друзья, в пользу случаем, конечно, передаю привет от своей семьи. Я приехал один. Я, в общем-то, чаще всего один приезжаю. Хотя в Питере я проповедовал, как-то был вместе, супруг не смогла быть, опять-таки. Но были мои старшие дети. Я брал четверых своих старших детей. И с ними выбрался в Петербург, помню. К Михаилу Котову. Очень люблю его. Здесь в Питере много церквей. Очень разных церквей, разных конфессий. Я был здесь, наверное, у всех существующих здесь конфессий в Петербурге. Разных, мыслимых, немыслимых. Познакомился за эти годы со всеми, наверное. Более или менее. И большими, малыми собраниями, домашними, такими уютными и такими большими, соборными. Знаете ли, разные собрания. Но каждое собрание, знаете, неважно оно собирается ли очень так скромно или так вот помпезно, кафедрально. Главное, что во имя Христа Иисуса. Что Он Сам, Христос, основание, и Он фундамент, и Он посреди. Потому как удивительная история, друзья. Когда мы, верующие, живем с верой в Господа, да, когда мы принимаем Христа в сердце свое, да, и Он живет в нас, верующих, это самое великое таинство. Самое великое тайное. Но дальше таинство развивается. Как знаете ли, вот цветы, да, сейчас время, здесь на севере, немного все как-то так странно, позже весна сюда приходит, к вам заглядывает. Но как бы в этом есть своя прелесть, конечно, в северной красоте. Но знаете, здесь все еще так вот, еще цветет, так интересно. Где-то уже отцвело, безусловно, на юге, но здесь уже все еще цветет. Но знаете, друзья, вот так же все развивается. И вот эта благодать, она усиливается, умножается в познании Господа Иисуса Христа. И знаете, удивительное умножение какое? Когда в судьбе верующего человека, это одно, но вот о чем говорил как раз пастор сегодня, есть таинство церкви. Есть тайна церкви. Даже если двое или трое уже во имя Христа, начинается какой-то процесс, запускается какой-то удивительный механизм, какого-то таинства. Удивительнейшего таинства – это таинство церковь. Церковь Бога жива. Столб и утверждение истины. Столб и утверждение правды Божьей. И действительно, вот в словах уже процитированных Матфея 16-18 говорится «Я создам церковь мою», да, и врата ада в переводчике синодальной написали «Не одолеют». Но буквально я рекомендую на ваши компьютеры, гаджеты, скачайте с номерами стронга Библию, не пожалеете. Знаете, это очень увлекательное чтение оригинального, вот этих вот оригинальных этих слов. Кстати, здесь в Ленинграде, ну уже покойный, правда, уже, был такой архимандрит Иоаннуарий, значит, в том, в прошлом году он ушел в вечность. Очень, я помню тогда, вот еще молодым человеком, я был восхищен его беседами, его проповедями здесь, вот как раз, в Александр-Невской лавре. Вот это было в 88-м году, я начинал свое служение, тогда диакон и под диакон, значит, и я приезжал сюда, хотя я учился в Москве, но приезжал в Ленинград с удовольствием великим. Я вообще, Ленинград для меня был меккой просто-напросто, не знаю как, потому что я художник по своей специальности, доцерковный. Поэтому, ну, представляете, для любого художника в Советском Союзе Ленинград это просто, ну, луч света. Вот, и, в общем-то, я приезжал сюда постоянно, ну, до 88-го, до 87-го приезжал сюда я как художник больше, а уже с 87-го и 88-го годов уже как священный, ну, священный церковный служитель, чтец, ипотиакон, потом уже священником, в 91-м году уже как священник приезжал сюда, в Ленинград, ну, уже, ну, да как раз переименовывался, как раз он снова возвращал старое наименование Санкт-Петербург снова, так что-то было, так интересно все было. Вот, но, да, дамы и господа, так вот, и как раз вот от уже покойного, да, уже иануария Архимандрита слышал удивительные вот эти слова. Я тогда заинтересовался, он очень хорошо писание знал. И вот мне очень нравилось, как он объяснял, вот переводчики многие вещи на самом деле переводили и сейчас переводят политкорректно, порой переводят в угоду своим конфессиональным каким-то убеждениям, или же как политический заказ существует определенное тоже, некоторые вещи не принято переводить, вот как оно есть на самом деле в писании. Разные есть такие проблемы. Но не всегда это неправильный перевод, не всегда это неграмотность переводчиков. Часто это бывает по таким разным причинам, другим. Но, вот буквально текст, иануарий это утверждал, он прямо это сказал тогда, 87-88 год как раз, что правильно перевести, перевести буквально, что я создам церковь, или я создаю уже буквально мою церковь, и врата ада не устоят перед ней. Не устоят перед ней. Знаете, это действительно чудо. Получается, церковь это не оборонительное оружие какое-то, да? А наступательное. Совсем другая тактика, совсем другой взгляд тогда на церковь Божью. Удивительно. Просто синодальные переводы, многие другие переводы, они делались тогда, когда, ну, общая политика церковная была такая оборонительная. И многие христиане рассуждали больше так вот, ну, не доживу, быть бы живу, как бы, и больше смотрели на духовное сражение, как на окопную войну какую-то, знаете ли. Вот, значит, вот мы дьявола, он нас, мы его, вот, как бы так, ну, или как бы рисуют картинки такие, знаете, там, Христос с одной стороны, там, на руках, да? Видели, да? Я много раз такие видел картинки у моих друзей, и ВКонтакте, и на Фейсбуке. Значит, а с другой стороны дьявол там, такой чертик, такой с рожками, там, дерется, там, значит, там. И вроде как бы, ну, такая инь-янь получается христианская. Вроде как бы они одинаковые, вроде оба сильно такие жилистые, такие мышца, и у того крепка, и у того крепка мышца, ну, как бы, и непонятно, у кого там будет победа-то. Но на самом-то деле это такое, ну, больше такое, как говорят, прикольное изображение. На самом деле совсем другое. Ну, это все колдуны этого мира, вот, в Египте, они не смогли даже мошек этих вызвать. А когда их на ковер вызвал фараон тогда, то они этому пару сказали следующее, что это перст Бога. Богу даже не надо было руку опускать с собой на Египет, чтобы остановить это безумие, а просто палец остановить, вот так вот, одним пальцем. И весь оккультный мир не смог этот палец Бога всемогущего даже сдвинуть с места. Это перст Бога. Все. Ха! Спасибо тебе, Господь. Аминь. И действительно, Церковь Бога жива бы, это не просто, как бы, одна из многих сил в этом сильном, многосильном мире. Это не просто одна из, там, политических партий, одна из религий, одно из многих, там, направлений мысли философской. Нет, нет. Дамы и господа, братья и сестры. Но многие это прекрасно понимают. А кто не понимает, еще поймите, пожалуйста, примите к сведению это, что Церковь Бога жива бы, это действительно единственная есть сила. Иисус, когда ушел с этого мира, в физическом теле Своем, вознесся, вознесение праздновалось, да, именно Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. А перед тем Он сказал, что да нам небо, вся власть на небе и на земле. Сегодня особенный день, на самом деле. Хотя в традиции православной нашей принято чуть позже, ну, через недельку, отмечать Пятидесятницу. Мы даже называем обычно Троицу еще в народе, да. Но по библейскому календарю сегодня этот праздник, по библейскому исчислению сегодня, да, сегодня 6 число, месяца, 3 месяца лунного календаря, вот, если считать от нашего выхода из рабства, потому что в полнолунии Ниссана, значит, Бог вывел нас из Египта, ну, или же Авива, по-другому месяцу называется, или просто первый месяц мы его называем, вот. Ну, Ниссан для автолюбителей это хорошие машины, не на правах регламы. Пусть Ниссан не предплачивает, я ему уже такую помощь сделать, кстати. Ну, ладно. Я не знаю, что на японском, кстати, так и не поинтересовался, что же на японском это означает. Но у нас это Пасха, для нас это, так что всех автолюбителей, владельцев Ниссана поздравляю, у вас пасхальные машинки. Пасхальные машины. Нет, потому что Ниссан это Пасха, это выход, выход из рабства, это, да, месяц первый. И вот начало третьего месяца уже, шестой день, третьего месяца и седьмой для нас это особенные святые дни. Это Господний праздник, у Бога сегодня праздник. Так что, поздравляем тебя, Господь. Сегодня Новый праздник. Есть многие праздники наши, земные, человеческие, а есть его, есть церковные праздники, религиозные, а есть Божьи праздники. У Бога тоже есть праздники, он тоже, он любит праздники. И, наверное, самый хороший подарок, который мы можем ему, как дети ему, сделать, это быть послушными. Потому что это самый дорогой подарок, самый драгоценный. Для земного отца, для земного родителя нет больше радости, чем видеть детей, выходящих в истине. Иоанн писал, помните, да? А для духовного отца, безусловно, любой служитель, пастор, батюшка, это подтвердит. Но для нашего небесного отца, наипаче, нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. И наоборот, есть другая правда, горькая. Нет больше горести и для земного отца, и матери, для земного родителя, или духовного родителя, чем видеть детей своих, не ходящих в истине. Нет больше горести. Даже если все остальное есть и хорошо. И для нашего небесного отца, наипаче, дамы и господа, братья и сестры, братья и сестрички. И для нашего небесного отца, наипаче, нет больше горести и страданий, чем видеть детей своих, знаете ли, грязных, немытых, отпадших. Но даже если возле свиного корыта душа человека, как того, помните, сына, ставшего бомжом в чужой стороне, прогулявшего все, блудный сын, мы его называем. Хотя это притча, по сути, о двух блудных сыновьях, только один классический грешник, а другой такой тихий, омутный. Но в нем там водится не меньше. Чего греха таить? Ну, там, по дальнейшему повествованию, там видно прекрасно, что у него там такое, что даже, может, у младшего, где я такого и не сидел. Вот, ну, младший, конечно, он там, да, чудил, он такой очень харизматичный, знаете. Хлопнул дверью, все там, взял там деньги, все там направо, налево, все там пробутил, прогулял, значит, вот. Но возле свиного корыта оказавшись, этот человек, он пришел в себя. Знаете ли, есть очень хорошее еврейское слово «тшува». Тшува. Оно тоже есть корень вот сегодняшнего праздника. «Тшува» – это, ну, по-русски покаяние. Но у нас обычно в славянской культуре, православной культуре покаяние обычно ассоциируется больше с эмоциями. Вот с сожалениями о грехах, печали о грехах, вот так вот, скажу так. Но на самом-то деле печаль о грехах, сожаления о грехах, об ошибках своих – это лишь один из ингредиентов этого большого блюда. Одно из, если оно, взять вот его, только лишь одно, оно убийственно. Вот как искариотский иуда, он вкусил это одно, но без остального, и это его убило. Знаете ли, вот по отдельности, вот все эти компоненты этого блюда, которое называем мы покаянием, по-русски, а вообще-то в еврейском слове оригинальное «тшува», там тоже есть «шува», тоже есть «пятидесятница» в корне. Вот это исчисление потрясающее. Там много всего в этом слове. И вот тот человек возле свиного корыта, он пришел в себя. Что это? Это тоже «тшува», это один из вот этих элементов. Иисус пришел в себя, очухался, одумался, вспомнил – это уже есть покаяние. Но, слава Богу, он, знаете ли, не остался возле свиного корыта с этими хрюшками. Но даже если бы история на этом закончилась, даже если бы на этом оборвалась бы история, Иисус сказал бы, вот он очухался, вот пришел в себя, но поздно пить боржоми, И, в общем-то, и там помер возле корыта, его даже никто не хватился, свиньи его поели. Вот такая печальная история. Но даже если было бы так, все печально, то все равно это была бы «тшува», это было бы покаяние. Все равно. Потому что первое, самое важное – прийти в себя. Не просто прийти к Богу даже, а прийти в себя. Это и есть покаяние. Но, братья и сестры, он действительно стал дальше думать. Хо, покаяние – это начать думать. Дьявол делает что? Враг делает что? Он просто-напросто убивает в человеке вот то. Мы же называемся даже, в конце концов, как «гомо сапиенс», да? Но «гомо-то» понятно, а дальше у многих проблема. Потому что насчет разумности с этим, на самом-то деле, положу руку на сердце. В человеческом роде большая проблема до сих пор, даже в наш век. Век, казалось бы, интернета, да, век просвещения. Реформация, дамы и господа, братья и сестры, она делает великое чудо, заставляет человека думать своей головой. Осознавать персональную ответственность перед Богом. Думать – этот процесс благословеннейший, друзья. Дьявол хочет всячески это убить в человеке. Но Бог это хочет воскресить. Здесь мы умные, мы благословенные. И вот это выражение старое такое, что умный самый – это не по нас. Мы действительно самые умные. Это неплохо. Будь умным – это не проклятие, это благословение. И, друзья, и Бог благословляет. Но я не буду подробно рассказывать сейчас, но я знаю историю, когда человек превратился в овощ. Даже не одну такую историю, но одну историю я пощупал за руку, за одежду. То есть лично познакомился и посмотрел в глаза вот этому чуду. У нас в церкви был брат. Сейчас он просто, ну, будем так говорить, ну, в служении, в служении тоже. Так вот, он был овощью. То есть он был наркоманом. И он кололся еще тогда, когда еще официально не было даже наркомании. В СССР не было наркомании. И, кстати, даже мои некоторые товарищи тогда здесь, кстати, в Ленинграде, героинщики. Но официально их не могли привлечь, потому что они… Не было у нас в СССР просто наркомании, и все. А художники, да, хорошие художники. Мне очень жалко, честно говоря, видеть, а потом и наблюдать их кончину некоторых из них. Жалко очень. Но там талантливые люди погибали. Вот, но, а вот тот, значит, брат, значит, наш, он был тогда как раз героинщиком. Значит, а потом уже падение союза. И он вначале кололся с богатыми, потом с бедными, потом уже в подвалах. То есть жизнь его вот так вот пошла. И, значит, и он превратился в овощи. Он стал болеть, значит, и у него, значит, мозг потерял вообще свою форму. Но в голове был кисель, вот так вот объясняли. Вот, и это десятки проверок, значит, он вначале в животное превратился, а потом в овощи. И его кололи какими-то препаратами. Это было в Мариуполе, если точнее. Вот. И потом я расскажу историю такую, что в кино такого не увидишь. В реальной жизни бывает такое, что в кино такого не увидишь. В тот год просто… Я начинал как раз с церков тогда. Очень много людей умирало от наркотиков. И врачи, я не хочу о всех говорить плохо, но очень многие люди, к сожалению, в бедных халатах, имеют черную совесть. Очень много. Кстати, Мартин Лютер Кинг, вот интересно, ему говорили порой, ты, мол, ну там по-русски как черномазый. Вот, мол, ты, мол, ты, мол, черный, черномазый, о чем ты светлым можешь говорить. Представьте, ну так вот, ну, специально поиздеваться ноги. Знаете ли, но, он очень хорошо говорил, эти слова стали вот, ну, просто вошли в золотой фонд. Христианская полоэтики, можно так выразиться. Он отвечал таким образом. И его вот соратники, и белые, и черные, кто были в церкви, все ахнули. Это надо записать точно. Он сказал так, да, говорит, у меня черная кожа, я черномазый, но, говорит, у меня белое сердце, омытой крови Иисуса Христа. Но я знаю многих белых, говорит, у которых черное-черное сердце, которые не омыты кровью Христа. И все, и все замолчали. Враги, слухли, а друзья, да, это право, на самом деле. Вот, дамы и господа. И вот, и вот те, к сожалению, люди в белых халатах, но с черной совестью, развозили вот этих умирающих, многие из которых были просто превращены в животные уже этим грехом, или же даже, как вот тот, Олег, просто уже в овощи. Развозили по домам, чтобы они умирали там где-то, по подвалам. И, конечно, ему там родственники не открыли, этому наркоману, ну, его, как бы, телу. Вот, и врачи оставили его просто возле мусорки, ну, многокэтажный дом такой, и вот, если парады называть, да? Вот, возле парадов там мусорка такая, и вот возле нее прям положили на простыне, его в одном нижнем, значит, и уехали. Вот, то есть ему оставалось жить какие-то там, может, часы от силы. Вот, значит, никому не нужен кусок мяса, овощи. Вот такая судьба человека. Он был, как толстый негр, потому что он распух весь, у него там, а, еще я объяснил, у него же кости были гнилые, и у него всякие гепатиты были, и, кроме того, что мозги у него пропали, значит, стали киселем. А, значит, и у него было заражение. Ему там переливали, как-то кровь что-то не помогала ничего. И вот последнее, он стал, как, весь распух и черный был. Вот. И там что-то в небе место, что-то там у себя там возле мусорки, там, говорит. Пытается что-то изобразить из себя, мычать что-то. И вот, слава Богу, там как раз были две церкви, я приезжал, проповедовал в этих церквях просто. Вот такие же церкви, в основном молодежь, значит, и в основном бывшие наркоманы, алкоголики, тунеядцы, там, значит, сутенеры, бандиты. Вот, там прославление в Севдоколках таких, думаю, в прежней жизни, так, в темном переулочке не хотело так встретить такое прославление. Но, не, ну, братья вот покаялись, там такие чудеса у многих. И там бывшая варочная квартира была, значит, наркоманская, притон какой-то, без дверей, там все, постоянно можно было зайти в любое время. Вот, значит, исправить свои там нужды какие-то там. Вот, значит, и, и представьте, значит, и там началось пробуждение местечковое такое, вот этого масштаба, там, этого районного. Вот, и эта варочная квартира стала молитвенной квартирой. Вот, значит, там молитва, и днем и ночью там приходили, там, волокли туда, значит, туда всех храмы, коцель, там, всяких, всяких. И вот, представьте, и возле мусорки подобрали это тело. Ну, думали, что он, значит, ну, жить не жил, было видно, да, но пусть хотя бы умрет по-человечески. Хотели помолиться, чтобы он, значит, ну, хотя бы там что-то произнес, покаялся как-то там, значит, там, и хотя бы на небо пошел. То есть, даже эти, не потом мылюковские братья рассказывали, мы с ним общались долго потом, много раз. Они у нас в церкви потом были. Они признавались честно, что у нас, мы всякое видели, но, ну, как бы, веры не было, что он выживет. Но что уйдет хотя бы на небо, в это вера. И вот, значит, приволокли его на квартиру, значит, и молятся. И на там, на квартире начались первые чудеса. Не в церкви даже, а там, на квартире первые чудеса начались. Он пришел в себя, первое. Ну, может, не до конца, конечно. Вот, но стал соображать хотя бы. Ему объяснили там, как говорится, почем фунт лиха. Объяснили ему, что ты вот жить не жил, и сейчас вот в ад, знаете ли, ну, знаешь ли, ну, хотя бы помри по-человечески. Вот, примирись с Богом, вот Бог любит тебя. Отдал сына своего, что-то напрасно, что ли. Вот, объяснили ему на пальцах все Евангелие. Он как-то там, что-то выразил свое согласие какое-то там, значит, помолился с ним. Ну, как помолился? Ну, вроде как бы там кивает, соглашается, вроде что-то. Но это было уже чудо. А потом, когда вот так интересно, когда там молитвенно закончилось, там у них собрание там, ну, они вот постоянное собрание. Помолились там, попили, чекуют, снова молятся. И вот, значит, интересно, значит, видят, а он не помер. Глазами моргает, что там еще там реагируют как-то на них. А не давай ему дальше рассказывать. Ну, вообще-то мы тебе, брат, не все рассказали еще. Пол правда лишь. А вся правда в том, что не только, ну, твои грехи взял на себя Христос. Вообще-то даже и болезни, и немощи он взял на себя. Вот, и ему объяснили. И он ухватился, как утопающий за соломинку. Но, слава Богу, за правильную соломинку. Не за соломинку, а за самого Господа Иисуса Христа. Одним словом, я могу сейчас быть не точным уже запамятовал, но два или три месяца, наверное, я думаю, прошло с того времени. Это уже потом в церкви молились за него, и не раз там молились. Там поначалу тоже он выглядел там, скажу так, ну, страшно, честно говоря. Но посреди с тем, что он был раньше, это было вообще земля и небо. Вот, особенно те, кто повлокли его, они говорили, это вообще другой, как будто другой человек. Так вот, ну, что интересно, через там два-три месяца он на своих двоих, не черный толстый негр, нет, он нормальный, белый нормальный человек уже, да, пришел на своих двоих за справками, там, от трудоустройства, потому что там была адаптация, значит, и, значит, ну, там, трудоустраивали, одним словом. Там начали персонал, в обморок так и бросат. Ну да, это случай всех злее. Знаете, ну, они уже давно похоронили, думали, его съели уже, человек уже, там, могили уже, представляете? А он пришел за справками. Его, конечно, проверяли. А, еще потом, а что, он им объясняет, что я покрался теперь бегущим, думаю, все верующие, Месса тоже верующий. Ну, почему? Он объяснил, что я вот такой, правильный верующий. Да, значит, и проверяли его всячески, потом футболили его там, в несколько городов его футболили. К сожалению, и другие врачи, тоже в белых халатах, но имели черную совесть, отказывались подписывать ему очевидные документы. А очевидность была слишком невероятная. У него были новые мозги. И в конце концов, в том числе, профессор уже в столице подписал. И он даже сказал, ну, я уже знаю, со слов там мне передали. Он сказал так тем, кто был возле него, что, значит, что пусть даже смеются надо мной, но я подпишу этот такой документ, что у него новый головной мозг. Потому что прежнего у него не было уже, все. А это новый, здоровый головной мозг, без повреждений, плюс еще никаких гепатитов нету. Костя здоровые, кровь здоровая. Мы тогда, знаете, друзья, когда мы как-то, вот как раз там были еще другие братья, приехали из других церквей, как-то я помню, а, и попросили, попросились вместе с нами. Мы пошли на экскурсию в Лавру, там семинаристы выходили, как раз, значит, и первый класс, и мы с ними начали так общаться, вот, и они там, а у нас в квартире газ, а из нашего окна там что-то видна. Но, знаете ли, стали говорить, вот наша вера истинная, стали доказывать, что, значит, ну, они посчитали, что мы какие-то сектанты, там, не знаю, меня там католик могут звать, не знаю, ну, ладно. Но они стали нам доказывать, вот идите в наш патриархат, там, значит, там, нашу юрисдикцию, у нас правильная, у вас там какая-то неправильная, кажется. И вот, и, значит, как подтверждение, знаете, что они говорят? А вот, значит, ну, говорят так, у нас там мощи, покойники некоторые не гниют много, там, столетий, или частично лишь разлагаются. Вот, значит, икона плачет, там, на Пасху, там, ну, в Иерусалиме там огонь сходит. Думаю, что за бред? Люди, чем голова забита? Вот, ну, я их, понимаете, я понимал их, этих ребят, братьев этих. Почему? Потому что до 96-го года этим же самым была забита моя голова. Я прекрасно понимал, еще даже арта не открыт, там, один из них, там, ну, как у них, лидер какой-то информальный, он еще рот не открыл, я уже знал прекрасно, о чем он будет говорить. И то же самое, ту же ерунду, понимаете ли, на постном масле. И когда он все это говорил, там, вот другие там говорили что-то, я рассказал, вот, про брата, он под поддакивал, там, другие мариупольские братья пришли, они тоже рассказали кое-что, там, пару страшилок таких, ну, поменьше, но тоже таких значимых. И я сказал тем братьям, говорю, семинаристам, говорю, братья, говорю, братья, слушайте, говорю, если бы в моей церкви, например, в храме служу, если бы в моем храме не просто бы отдельные члены моей церкви после смерти не разлагались бы, а была бы целая галерея при входе храма, целая галерея бывших членов церкви. Много мощей, это такая мощная церковь была бы. И говорю, даже если бы не просто однажды в году на Пасху сходил бы огонь, а каждое служение сходил бы в вещественный, осязаемый огонь. Я говорю, для меня бы, честно говорю, для меня бы это было бы меньшим чудом, чем вот это одно, но правдочное, настоящее, не по-нарошку, а истинное. И знаете, и слава Богу, семинаристы согласились эти ребята, согласились, согласились, но вслух они это мало что выразили, но споры прикатили, и было видно по их уже красивым лицам. Знаете, когда Бог касается людей, это прекрасно. Они согласились с тем, что действительно это правдочное, пусть даже это нам не задавали, это мы не проходили, но это правдочное, это истинное, это не по-нарошку чудо. И, дамы и господа, Бог совершает действительно настоящее чудо. И каждый покаявшийся грешник, друзья, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, это как будто бы еще на пять земли отвоеванную царство тьмы, царство света перешедшее. Это великий исход, великий выход из рабства. Только тогда был Моисей, а сейчас Иисус Христос. Тогда был Он пророком, Моисей. И те, кто поверили Ему, Его посланничество, да, и пошли за Ним, за Господом из Египта, они были спасены. Но те, кто не поверили, ну, кровь их на них была уже. И сейчас, друзья, Бог всех спас. Он за всех свою жизнь отдал. Господь доказал ко всему роду людскому свою любовь, свою серьезность вообще, своих намерений, своих отношений, отдав своего сына единородного за нас. Он примирился первым. Примиряется первым чаще всего не самый виновный, как раз. Жизнь показывает это, да? А самый сильный, и тот, кто больше всего любит. И Бог действительно, Он-то не виноватый, но Он первым примирился с нами. Примирился и протянул свою руку. И блажен тот, кто не будет гордиться, кто не будет закрываться от Него, а протянет Ему свою руку. И согласиться. И примирь это. Божье прощение. Братья и сестры. Сегодня говорилось уже, что 50-летний, швот. Это, ну да, церковная традиция православной попозже это все. Из-за антисемитизма, многовековой проблем таких, у нас все сдвигается. Ну, как бы, чтобы не занос евреями там подальше от них, как бы от греха подальше, как бы вообще от Библии подальше. К сожалению, вот так вот. Ну, думали на зло евреям сделаем, а на зло лишь себе только лишь понаделали проблем. Но, ладно, лучше поздно, чем никогда, как говорится. Но, вообще-то, вот если брать библейский, вот сегодня этот праздник, но я скажу следующее, что не само даже рождение церкви, а ее обличение свыше, силою, произошло именно в этот день. Само рождение все-таки, это в крови, это в боли, это в страданиях, в муках Мессии. В муках самого Христа, на крови Христа, в крови Его Святой. И каждый рожденный свыше человек свое духовное возрождение связывает эти два тысячелетия с кровью, голгофскими страданиями Иисуса Христа. И для нас это самая величайшая ценность. Кровь Иисуса Христа, самая величайшая ценность во Вселенной. Друзья, некоторые проповедники, я уже не раз такое слышал, говорили так очень красиво, что в одной капле крови Иисуса Христа больше силы, чем в грехе всего мира, или в чем-то еще всего мира, в проблемах всего мира. Один из православных древних еще отцов, Ефрем Сирин, а пока я никогда рассказывал своим людям, он говорил так. Представь, друг говорит, у тебя на руках, на ладони горсть песка, а перед тобой море, ну там Средиземное у них там. И ты берешь этот песок, горсть песка и бросаешь от себя в это море. Ну что бы для моря, это горсть песка, ничто. Вот так же бы все твои грехи для Господа Бога и для Его милосердия. Но, говорит, Его милосердие больше, чем это море. А все твои грехи, даже мыслимо-немыслимо, меньше, чем это горсть песка. Только не держи, это убьет тебя. Бросит от себя. И удивительная история покаяния, чувы. Блудный сын, вот я говорил, он встал, потом он не только обдумал весь план, вот с понедельника начну. Он действительно встал однажды и пошел. И вот когда он был еще далеко, отец его увидел издали. Наш отец, любящий наш, папа наш, папочка, Ава, отчим, Ава. Есть Авину имя, Авину, Авину, это отец. Авину, многие еврейские молитвы и до нашей эры, во времена Христа, они имели вот эти выражения. Авину, молкейнум шема шамаин. То есть отец наш, который на небесах. Авину обращались, многие поколения евреев обращаются к Богу, Аврама, Исаака, Иакова. Авину, молкейнум, Авину, молкейнум. Это много и радостных, и печальных песен еврейских. Обращение к Богу, как к своему отцу. Но Дух Святой, который поселяется в человеке, Он взывает не только Авину, но еще Аба, Аба, Аба. Значит, папочка, папуленька, папенька. Так никогда раньше не говорили с евреев. Хотя есть такие выражения, есть песни современные, есть Аба. Спасибо тебе, Господь. И самое великое таинство, друзья, это то, что Христос в нас. И вот отец, он увидев сына, он не стал укорять. Сегодня хороший пример пастор привел о еврейской культуре воспитания. Я очень Богу благодарен за это. Сейчас юбилейный мой год, 50-й год моей жизни. Но я очень Богу благодарен, что в детстве, я не мог понять это, почему в других семьях мамы, папы обзывают своих детей. Я плакал от этого. Я помню, я плакал, когда слышал подобное. И когда приходил домой, я слышал только хорошее. И мамы, и папы всегда хвалили. Я не видел разницы. Ну, как бы, ну, не то, что не видел разницы, я не понимал вот эту разницу. Сейчас прошло время, вот, уже внук растет. И сейчас я стал понимать лучше, что это правильно. Именно вот так надо хвалить. И Бог так поступает с нами. Он с нами поступает, как с детьми возлюбленными. Это правда. Он любит нас. Он любит нас. Хотя по-человечески порой кажется, за что? Действительно, за что? За все хорошее, за все. За все. Спасибо тебе, Господь. И вот отец, он обнял сына своего. И сын только было начал. Ну, наше человеческое, старое. Вот, я не достоин. Ну, как вот, знаете, такое поведение типичное такое падшего человека, падшего сознания. Это еще не совсем это не гомо сапиенс, это еще гомо религары, еще чех религиозный еще. Но, слава Богу, когда он уже в доме отца, на нем хорошая одежда, перстень, там такой, они не просто там скепси заказали там что-то, они там такой пир сделали, закатили на весь мир. Знаете, они сидят там, вот это да! Вот, пир на весь мир. Вот, отшива еврейское покаяние, это еще и принятие, обласкание, принятие. Это еще быть в доме отца. Это тоже покаяние. Ха, потрясающе. А вот со старшим проблемой, он даже не захотел войти в дом отца, узнав, что там сын отца, его брат. И он сказал, что он хотел бы там с друзьями, с козленком повеселиться где-то на стороне. Его мысли были где-то там, не в доме отца. И отец вышел, и он уговаривал. На этом заканчивается эта притча. Ну, нет такого полного хэппи-энда. Если бы я писал эту притчу, я бы сказал бы, ну, все-таки, ну, Сташа поломался, поломался и зашел все-таки в дом. Эти там жили долго и счастливо. Но Библия рассказывает некоторые другие вещи, которые более реальны. Там нет такого. Это не мистиканский сериал. Ну да, друзья, знаете, сегодня Бог, вот говоря о своей реформации, божественной реформации, о покаянии нам через слово свое, через притчи, и многие другие. Не достанет часу сейчас просто обо всем этом рассказывать. Но поймите одно. Запомните самое важное. Бог любит нас. Тебя, меня, каждого из нас. Он простил полностью. С его стороны никаких проблем нет. Он простил полностью. Мы себя не можем прощать. Мы друг друга не можем прощать. Самих себя не можем прощать. Учимся этому всю жизнь порой. Но с его стороны таких проблем нет абсолютно. Он полностью простил. В 12,5 лет я пережил смерть. Я знаю, что такое умирать. Я знаю, что такое быть пред Богом. Моя жизнь верующего человека началась не с теории, а с практики. Поэтому я под занавесом расскажу, что у меня было так. Я до момента смерти не знал вообще, что Бог существует. Моя еврейская семья, по отцу я еврей, они отреклись от своего еврейства. Они считали это проклятым, к сожалению, несчастьем в своей семье. И старались забыть все накрепко, крепко-накрепко. По матери я татарин. Мама моя из большой мусульманской семьи. Но опять-таки, в советское время, когда я жил, и чаще всего большая часть моих родственников нет,